Привет, друзья! Вы на канале IT-Муравейник, и с вами Александр Артеменко. На этом канале мы учимся использовать язык программирования Common Lisp. И сегодня мы посмотрим на одну интересную библиотечку. В одном из предыдущих видео я уже делал обзор на библиотеку CL-Rix. По словам автора, она предназначена для реактивного программирования. И я еще тогда удивился, что в ней такого реактивного. Потому что на самом деле реактивность в моей голове была связана больше с чем-то типа EventBus. И вот библиотека EventEmitter, про которую я хочу рассказать сегодня, она как раз и реализует паттерн такого MessageBus, позволяя передавать сообщения от одного объекта к другому. А точнее, EventEmitter позволяет передавать сообщения от одного объекта ко многим другим объектам, которые являются подписчиками на события. Давайте взглянем на README этого проекта и попробуем какие-нибудь штуки из этого README выполнить в REPL. Итак, вот наш проект EventEmitter. Что же мы тут видим? Мы видим, что библиотека предлагает наследовать объекты нашего приложения от класса EventEmitter. Дальше можно создать instance такого объекта и привязывать к нему обработчики событий. В данном случае функция ON связывает вот эту лямбду с событием sayHi у пользователя user. И дальше, если сделан вызов функции emit с событием sayHi на пользователя user, вызывается лямбда, которая пишет вывод в std.out. Что же, давайте попробуем. Создадим класс. Теперь instance. привяжем к нему события, обработчик события. Так, функция внутри пакета. Так, обработчик события привязался. Теперь сгенерируем события. Обработчик отработал и вывел нам текст хай. Кроме того, библиотечка позволяет делать так называемые одноразовые обработчики, которые срабатывают только на первое событие, а потом автоматически удаляются. Например, если мы добавим сейчас вот этот обработчик, то он сработает только один раз. Ахташ. Добавили. Теперь делаем emit. И тут видно, что сработал первый обработчик, а потом второй. Если я сейчас еще раз вызову emit, то сработает только тот обработчик, который мы первым добавляли. А этот обработчик, который мы добавили с помощью функции ans, уже удален. Если мы взглянем на объект user, то увидим, что у него есть очередь подписчиков на разные события. Давайте взглянем на объект user. Я открываю его в инспекторе. И тут видно, что помимо имени, которое мы определили в классе user, у него есть еще слот silo. Silo – это слот, к которому привязываются обработчики, добавляемые с помощью функций on и ans. По сути, это хэшмэп, который говорит, что для обработчика события SayHi есть вот такой набор слушателей. Что ж, по сути, это основные функции, которые есть в event emitter. Там есть еще несколько вспомогательных, но они нам сейчас не так интересны. Хорошо, давайте взглянем на более реалистичный пример, который я подготовил специально для этого видео. Это будет небольшое чат-приложение. Сейчас я запущу это приложение, и мы посмотрим на него в браузере. Вот так чат-приложение выглядит в браузере. Тут есть форма. Когда я что-то пишу в форму и жму кнопку «Отправить», сообщение появляется в чате. Реализовано это с помощью event emitter. Сейчас покажу, что внутри этого приложения. Приложение состоит из нескольких виджетов. В частности, тут есть виджет, описывающий вот эту форму, и виджет, описывающий список сообщений в чате. Вот так создается страница, которую вы видите перед собой. То есть она состоит из списка сообщений в чате и формы. При этом форма является объектом класса event emitter, то есть на нее можно подписаться. Когда я делаю сабмит формы, когда я жму кнопку сабмита, форма генерирует сообщение с помощью event emitter и говорит, что произошел сабмит формы, текст сообщения такой-то. А при создании страницы я добавляю обработчик этого сообщения и говорю, что при событии сабмит на форме нужно добавить сообщение в чат. Вот он этот обработчик. Он добавляет сообщение в список сообщений и обновляет виджет чата. То есть таким образом event emitter является как будто клеем между этими двумя виджетами. И что самое главное, такой способ объединения компонент вашей программы уменьшает их связанность. То есть виджету формы не обязательно знать, кто и как будет использовать введенный текст. А виджету чат не нужно знать про то, как и кто добавит в него новое сообщение. Все связывание происходит за счет дополнительного обработчика события. Кроме того, это позволяет легко добавлять другие обработчики события, которые будут делать что-то дополнительное. Допустим, мы хотим, чтобы сообщения дополнительно логировались в консоль. Для этого мне достаточно добавить еще один обработчик и повесить его на это событие. Давайте же сделаем это. я добавляю обработчик. Говорю, что оно должно залогировать события. и теперь мне нужно добавить, подписать этот обработчик на событие submit. submit. Посмотрим, как это заработает. В консоли пока пусто. Вводим новое сообщение в чате. Тут оно появилось. и появился текст в консоли. То есть наш логер сработал. У формы два подписчика. И с помощью таких подписок можно строить довольно сложные приложения. Например, если мы захотим сделать так, чтобы два пользователя в чатах могли общаться друг с другом, мы можем с помощью EventEmitter сделать им общую шину сообщений, через которую они будут обмениваться сообщениями. Для простоты я сейчас сделаю такую шину прямо внутри одной страницы. Уберем пока лишний код с логированием. Я переделаю приложение так, чтобы оно выводило два чата прямо на одной странице. Вот у нас появилось два чатика. Но пока что они независимы друг от друга. Когда я добавляю сообщения в один, в другом ничего не появляется. Это потому, что каждый из этих чатов подписан на события своей собственной формы. Для того, чтобы сделать им общую шину, мне нужно сделать какой-то глобальный объект, куда форма будет отправлять сообщения, а оба чата будут эти сообщения слушать. Что ж, добавим такой общий EventBus. Для этого я сделаю отдельный класс, который так и назову Bass. Нам нужно, чтобы он наследовался только от EventEmitter и больше ничего. и сделаю глобальный объект Bass, который будет являться нашей шиной. Объект есть, теперь нужно научить форму кидать сообщения в этот объект. то есть вместо биджета здесь нужно использовать нашу общую шину и все. Это что касается формы, но теперь нужно поменять еще и подписчиков. тут форму заменяем тоже на глобальную шину и теперь чаты будут слушать сообщения на ней. Посмотрим, что получилось. Все работает. Отлично. Подытожим. EventEmitter это классная небольшая библиотечка, которая позволяет уменьшить связность между компонентами вашего кода. А это круто. Ну а на этом у меня все. Ссылочки на саму библиотеку и пример, который я сделал, смотрите внизу в описании. Чтобы не пропустить обзоры других Common List библиотек, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и, конечно, пишите в комментариях, о чем еще вы хотели бы увидеть видео на моем канале. А с вами был Александр Артеменко. Всем Леспа в ваши сердца.